Всем привет! Как вы знаете, друзья, мы заселились в огромный особняк, построенный в 90-х годах. Этот домино за свои годы увидел не одну настоящую бандийскую группировку. Все это мы узнали от найденных кассет, спрятанных в фундаменте дома. Изучение этих кассет идет долго и тщательно. Каждый фрагмент мы были вынуждены цифровать и вставить в видео по соответствующему исходу. Мы долго думали публиковать это или нет, и лишь недавно перед нами стали раскрываться карты. Как вы знаете, мы нашли, но только пока одного человека, который по тем временам больше 20 лет назад был в бандитской настоящей группировке. И в этом ролике вы увидите настоящие кадры и историю настоящего былого бандита, которого жизнь уже давно поставила на место. Я попрошу вас после просмотра видео оставить комментарий, что, по вашему мнению, будет дальше в следующем видео. Тот, кто близко будет к правде, я буду помечать лайком. Также попрошу вас поделиться с друзьями, потому что дальше будет очень интересно. Приятного просмотра. Друзья, всем привет. До недавнего времени на мой Гранч Рокки, который стоит позади меня, наехал трактор. Вы видели, как это было. Он у меня сейчас второй и единственный. Но, друзья, хочу вас обрадовать, что я купил себе новый, абсолютно новый Гранч Рокки. И посмотрите, как он выглядит. Кстати, совсем недавно мы пригнали еще полицейскую десятку. Для тех, кто хочет видеть отдельный ролик, пишите, ребята, в комментариях. А сейчас смотрим мой новый Чирок. Вот и, собственно, друзья, мой новый Гранч Рокки. Вы не ошиблись. Его добавили в обновление. Радмир КРМП. И теперь он будет гонять абсолютно по всем серверам. В том числе и на 11-м. Его ждали все. Тот самый, причем Гранч Рокки Паши Пэлла. Все комментарии были заслужены им. Помимо моего Гранч Рокки добавили еще и другие тачки. Также усовершенствовали тюнинг. Но самое крутое в этом обновлении это футбольные матчи. Сам Ковалевский сказал, что будут проходить турниры между всеми серверами. Будет создан отдельный сервер. Будет идти стрим, и победившая команда получит 100 тысяч настоящих рублей. Пока что, друзья, это все в планах, но эти планы абсолютно реальны. Планируем первый турнир сделать с реальным призовым фондом. Первый призовой фонд будет 100 тысяч рублей. Поэтому, друзья, для тех, кто до сих пор не в курсе, спускайтесь внизу по ссылке в описании. Переходите, устанавливайте. Вводите мой промокод ПЭЛ, который даст вам 60 тысяч игровых рублей. И присоединяйтесь к нам на сервер. Будет очень весело. А главное, что сейчас в связи с карантином Радмир очень сильно выручает. Поэтому, друзья, всем приятного просмотра и приятной игры. Еще раз напоминаю, что этот ролик, наверное, один из самых интересных по сюжету. Потому что то, что нам удалось найти и совместить, и цифровать, это нереально. Поэтому отнеситесь серьезно. Погнали. А это я сам ознакомился с Пашем. Приятно очень. Мне Петру зовут. Паша. Ты понял, да, мы с ним дом этот здесь. Да, да. Ты купил, да, или ты? Мы вместе, который там, на калме. Мне за этого дома вообще воспоминания хорошие. Ну, поэтому мы к тебе приехали. Есть пару вопросов. Может, ты нам чуть прояснишь там вообще по... Как там дела? Потому что мы знаем там историю серьезно с этим домом. И ты какое-то отношение, насколько я... Нам бы просто хоть чуть-чуть про него узнать. Чуть-чуть? Из тех времен. Не знаю, ребят. Просто не хочется вас вспоминать. Ну, если что-нибудь вспомнишь, на самом деле информация нужна. То есть там ты знаешь, да, этих накрыли-то? Последние, которые там уже жили. Последний раз. Последний раз? Да вот, буквально сколько, три недели назад где-то прошло, да. Это мы поспособствуем. Да, мы проводили расследование, да. С соседями твои съехали. Ну, мы там нелегалы, там ты не подумай, никто. А, ну, ясно, ясно. Это чисто из спортивного интереса. А что вас вот интересует, ребят? Вот так вот вообще? Ну, вообще прикол в том, что до недавнего времени... Я-то сам вообще с этого города. Вы, ну, сами отсюда? Да. Вот я тоже с этого города. Я еще, будучи подростком, закапывали контрафакт, или как это называется? Ну, да, нелегальные такси. А я откапывал там парфюмерию, меня пограничники там таскали. Сигареты бывает даже, ну, откапывал из земли. На них грейдер наезжал, а я копал. На велосипеде таскал. Вот себя на скутер накопил таким образом. Ну, суть... Да, 40 лет мне было. Но суть какая? Я всю жизнь ездил через этот дом огромный. И у меня была прям мечта вообще, ну, понять, что вот по тем временам там происходило. Но это был какой-то, 10-й год был где-то, 2008-2010. А мне вообще отец рассказывал, он тоже с этого города, мне отец рассказывал то, что в 90-х годах, конец 90-х, там вообще, ну, как бы происходили совсем другие вещи. Мы просто из-за своего спортивного интереса как бы интересуемся. Ну, поэтому приехали к тебе чуть, может, ты подрасскажешь нам. Ну, честно говоря, не хочется так вот это вспоминать. Ну, могу рассказать кое-чего. Блин, были бы благодарны, на самом деле, чисто из-за спортивного интереса. Вот так вот. Может быть, и чем и вам, чем и вам бы, может быть, тоже помогли вообще. Честно, да, там не просто было это все. Это только там 90-е годы, это были криминальные... И вся молодежь ушла под криминал, как говорится, под это тут все. Мы вот тут с другом, вот Никит, Никитоз, у меня был, кореш, сейчас, правда, не знаю, где он, чего там. Ну, тяжело, правда, ребят, вспоминать это все. Да, понимаем, понимаем. Занимались своим делом, короче говоря, бомбили, да. Коммерсов поджимали, это как-то то же самое. Ну, кто не платил, пугали, это как-то он снимал. Снимал. А как, а как вы пугали? Ну, как, куклу заворачивали, там, подожди, как его, Витя, да, Витя вызывали. Тот, кто снимал, да? Да, он снимал это, как-то правильно. А что, ты, Витя уже знаешь? Да, это случайно не тот, который, ну, живет возле залива, дядя Витя? Он постарше вас? Он постарше меня, да, это как-то, и Никиту, и, да, и Никитос, он был старше. И намного он был старше. Ну, как, на лет, может, 15-15. Ну, как, ты сам знаешь, где он живет-то? Честно, это как-то, я не знаю, где он сейчас, вот, судьба, и даже Никита. Просто там есть один, Витя, живет в стороне залива, может. Как бы, ну, в наших районах, но за городом. Он возле залива живет, может, знаете. Я вот так с ними не общаюсь, как говорится, до сих пор. После... Ну, а ты его узнаешь, да, если встретись? Если я вид, конечно, узнаю. Ну, ладно, мы оставим этот вопрос. Ну, да, можем будет привести. Я буду вам благодарен, если вы так, например, да, если вы так, если вы так, к третьим задаете. Так, а почему ты, в прошедшем, почему ты, в прошедшем, ты никого больше не видел после? Нет, после нет. Просто, ну, судьба побила, там, после одной итаков, там. Ну, скажи поподробнее, нам интересно, на самом деле. Ну, как? Как ты, просто, как ты в 90-х делодел и вот здесь оказался? Ну, как? Вся молодежь бомбила тоже, как говорится, еще раз повторяю. Коммерсов, блядь, этих, как там бомбили, перегонщиков тоже самое. Ну, как? Уедет хорошая машина, крутая. Вот, например, Volkswagen. По тому времени она была крутая тоже. Потом Гольф, блядь. Ну, иномарка, конечно. Иномарка, на перегонных номерах. Мы подрезаем. У нас была восьмерка. Бордова. Ну, мы ее тоже, как говорится, отжали, это, как там, у одного коммерса там. А мы, как говорится, ну, как бы, раз он нас туда посылает, мы пошли. Ну, а вот с Никитосом тоже крутились, а с Гольфомой, по-моему, никогда. Ну, вот, что, машина гонится на перегонных номерах, а мы, как-то, восьмерки подрезаем, короче говоря. Ну, у Никитосом был коллаж, блядь, это, как в том, по тому времени. Это круто было, ребята, вот, это, как-то, вот, сейчас тоже так вспоминали. А на основу вообще настоящие, прям с патронами. Да, не смешно, просто было. Такого уже нет, как говорится. Это раньше было, вот, в 90-х годах, было. Пошли! Пошли! Баски есть, че есть! Чего ты хочешь? А ничего у нас нету? Баски, не баски, че есть! Ничего нету, нету, ничего у нас, знаете, Никитос, нормально, все нормально, на всей территории есть. Давайте баски, судит! Смотри, блядь, 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 блядь. Нету нихуя, блядь. Посмотри, пойдите, и в чем? Пить один мусор нихуя не пошло. А это что? Блин, пацаны, на остатки на дороге Ну и что, что последнее? А нам что? Нам надо еще ехать Доедите, как-нибудь И так почти никуда нет Там еще что-то есть? Да нету, я посмотрел Уверен? Уверен Тогда машину одну заберем Ну а как? А что нас без вас взять? Блин, ну реально, семью кормить всех надо Нам тоже семью кормить надо Вот нет, ничего, денег почти нет Все, что было, и так забрали Блин, копей Да нету, даже базара нет Одну забирай нахуй и поехали Еще раз говорю Не, нихуя, тачку оставляем В смысле нихуя, у нас аргумент Ну я понимаю, что аргумент По нашей дороге ездить Давай, дед Лежайте на одной, вам одну хватит Вить, поехали Поехали, поехали Ну вот, подрезается машина, как говорится Вытаскиваешь, коммерсом я думаю Или платит он тебе бабки, понимаете Или это, как там, машину это, как там Ну бывало Беспределом конкретным занимались Беспределом, да, конкретным мы занимались Бывало, что это, бабки Мы ему там, ну, 100 баксов дадим там на дорогу Бывало, вообще ничего не дают Ну смотрим на поведение Если там, вордея, да Табло вы это, как там, начистили Все, это как-то Правда, да, не стрелял, Никитович не стрелял Это как-то, просто так запугивал Там все Коммерсов тоже, это Если не хочешь платить Пожалуйста, ради бога, бля Пять тысяч долларов А как, как вы их пугали? Ну как Куклу заворачиваем, например Раз, это как-то, в мешок Ага Витя снимает, типа того Да ладно Рабочая схема была? Рабочая, это, схема была, да То есть Витя снимает, а вы Нет А кто был вообще в пакете, что было? Просто или кукла, или там мешок, это как-то набитый Одеялом, там, песком за это, как-то, знаешь, чтобы Да все, я понял И что, действительно работали? Ну, бизнесмены боялись И платили, да? Да, и платили Потом после этого они выплачивали Или вот, например, там, я ему выкапываю Этот мешок, ну, черным полетелем Кытаешься туда Потом закапываешь на камеру А Виталик что, получается, делал с этими кассетами? Он сам лично ходил коммерсов Да, Витя, нет, подожди Витя привозит кассету, короче говоря Виталику отдает, то, что он снял Ну да, 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 да А Виталик уже потом приезжает Например, если комикс баран, бля, как говорится, уперся Он не будет платить, типа того Он включает это, как-то, видак И показывает, да? Ну, показывает, да, ему Пидарюга, если ты не будешь платить, бля, бля Будешь такой же Будешь, будешь так вот лежать там Или там, или в лесу будешь лежать Ну, когда все наладилось, это Виталик был же с ней в курсе То, чем мы занимались сначала, это с Никитосом А потом уже это, как-то, Виталик давал нам семерку Ну, как говорится, просили, бля Это вот то, что вы занимаетесь самовольно, получается, вот, ну, машины бомбили А вы перегонные бомбили или все подряд? Перегонные мы бомбили С Германией, с Польшей, которые идут? Да, с Германией, с Польшей Ну, бывало, это, ну, потом это, как-то, нам некуда было просто сбагривать их А у Виталика был этот, как-то, уже канал, как говорится, свой Ну, что, вы в этом гараже, что ли? Я уже в этом, в подвале мы перебивали В гараже в этом, да, который в доме? Да, 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 правильно ты говоришь Перебивали машину Ну, там не остался этот гараж, да? Да, да, да Я понял, понял, понял Вот туда загоняли машину, вот эту вот, которая отжата И раскидывали, да? И это, да, там уже человек сидел, перебивал номера Потом уже у Виталика брали эту семерку Там и за все хватались раньше Ну, блин, по тем временам, вы же, семерка А какая, в какого года примерно была эта машина семерка? Не помните сейчас уже? Ну, новая была семерка Новая? Прикинь, в 90-х годах новая В 92-й, в 90-х годах, 98-й год, 92-й год Это новая тачка Ну, ладно, это понятно Это, короче говоря И он, да, он без проблем потом, когда уже с ним это Начали турки тереть, блядь То есть, поначалу вы на восьмерке отжимали А потом и на семерке Ну, росли, да, мужики? На семерке вообще, наверное, люди сами деньги вам отдавали, да? То есть, там даже напрягать не приходилось Знаешь, ты уже просто семерка по тем временам была Она крутая, крутая машина, как говорится И все, как говорится, ну, как-то Высывались Веселые ребята, как говорится Я вот себя вот раньше веселым ребятам называли Мы с Никитосом, блядь, потому что Ну, как говорится, в Кабаке Чтобы вот потратить нам, например, тысячу долларов, блядь, блядь Мы за один вечер могли с Никитосом, блядь, пробухать Ну, короче говоря, потом мы у Виталика хотели купить эту семерку, блядь, блядь, блядь Просто круто получалось, блядь, на семерке ездить Конечно А что, настолько солидную сумму накопили? Ну, да Ничего себе А Виталик на чем ездил? Ну, вот хотели с Виталиком переговорить Он на этой семерке тоже ездил А у него просто мечта была, это, как-то, купить Мерседес Такой серебристый тоже, это, как-то, или белый, или серебристый такой Потом, по тому времени, блядь, если оттуда угнать, блядь, можно, это, как-то, было За шесть тысяч, за восемь тысяч Мерседеса хорошего Зелени, ну, понятно И, короче говоря, с Виталиком перетерли это дело, блядь Он говорит, ради бога, говорит Давайте, говорит, я вам даю пять тысяч долларов, даю, это, как-то, американских, ботинского, блядь И это, как-то, что-нибудь намутить Да, что-нибудь мне намутить, блядь А у нас с Никитом, блядь, я был на примете 123-й Утерпил, и там, ну, короче говоря, отжали Тоже отжали? Отжали, да, это, ребят Все, в итоге понравилось Все новое, амортизаторы, подвеска, все новое Олег, помоги Олег, помоги Спортивные пружины стоят высокие А что, бать, вообще, что-нибудь по торгу-то будет? Да? По торгу-то наруют Не понял По торгу еще что-нибудь будет, нет? Да, уже и так торгу, по пределам Свадьбы катали Что, берем? Винь, так что, берем или нет? В принципе, на того, что 26-го поход Я думаю, Виталий понравится А что не на ходу-то машина? Какая? А, она? Да Да, вот, говорю, я не доделаю просто Ладно, доделаю Нормально Да тут, а ерунда-то осталась, что она главное сделана Тут, а вот, что сделаю, обещаю Надо снять карбюратор промыть Свечи поставить новый Воздушный фильтр Вот сюда вот встекаешь, вон там багажник И вот тут, аккумулятор, все, можно его заводить День-день, доливать, все Нормально А, масло поменять надо будет Да поменяем Ну, год, они новые Брал их в этом На Борисова, на рынке Могу вам еще такую вонку дать Но она никакая просто вот эта решетка То есть она нужна А что, чтобы у нас пятак этот, блядь, был, это как-то на кармане с Никитосом Ну мы решили его отжать А, нифига себе, помутили Нормально Жестко Ну и все, это мах Виталик на винт только посмотрел Говорит, ну что, ребят, еб-то, еб-нулись, блядь, еб-то Виталик, зелень, ну что потратили? А это что? Нормальная машина, Виталик, Мецедес Знаешь, пять штук зелени, нельзя голову потратить? Блядь, мы все, ДЭС, Виталик, он новый Нравее, чем я еду Новая машина, ты посмотри, все зло Посмотреть, надо было машину, блядь, покупать Посоветовать всем Пять тысяч, это лучший вариант, а? Блядь, ну ты же ездил с ними, ты что-нибудь посоветовать, что-нибудь? Подсказать, посмотри машину, ты-то посерьезнее к этому делу относишь ее Что за хлам, бля, пригоняется? Пять штук зелени, блядь, за тех собачьей отдал ее Короче говоря, на хуй послал, блядь, с этим мерседесом блядь Блядь, это, груду Было, там, блядь, одна замутка, блядь, у нас с Никитой мой Как сказать? Как есть, так и говоришь Короче говоря, наблюдали без Виталика только, блядь, чтоб Виталик не знал, блядь Одни, был, блядь, мерседес там крутой, блядь, воприк И, короче говоря, кабан, блядь, но был, блядь По тому времени блядь, это очень, эта жопа блядь 5-котлову, 5 литровый он с границы приезжал на границу, то с границы маячил и все на перегонах нki номерах. Он что в сторону границ на перегонах ехал? Да вот то же самое Какой-то, блядь, ну как, лох, лохи просто, блядь, блядь, блядь. Ну, короче говоря, мы один раз подрезали, блядь, с Никитосом, блядь, на Берлинке, блядь, блядь. Видимо, сними коллекцию. Ну, короче говоря, не туда мы, блядь, попали, блядь, ребят, блядь, короче, да, и вот с этой хуни, с этого кабана, блядь, 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 у меня жизнь, короче говоря, наперекос пошла, блядь. А что он вам, вы сразу на месте лучше? Ребят, там, получается, когда мы выкинули этого, там не коммерс был, блядь, мы думали, что коммерс, блядь, блядь, это ты сразу или ты потом уже узнал? это потом мы уже узнали мы когда к виталику пригнали этот может быть кабана виталик там пищал бы бегал на хуй от радости от радости а владельцева куда деле выкинули просто даже бабки да ладно мы подожди по тем годам лох не будет ездить на кабане а какого цвета коза белого был мерседес кабан это двери но потом мы загнали и вы тоже ночью ребятами пошли такие разборки что доходит это думают купили в обе просто расстреляли в эту музыку расстреляли короче говоря эти ребята оказались совсем не редко и ребята да они просто под авторитетом это работали до сих пор в делах как говорится мы не буду я просто говорить не хочу антрею смотри твои тела конечно не вправе такие вещи просто чтобы вас потом не подтянули меня тоже говорится я нашла к чему садили кого ну как говорится задели не задели там просто окна там похуярили и этого кабана мы не успели в гараж в этот загнать не успели короче и просто он на улице был этого виталик просто хотел вечер проехаться на нем попробую тоже номера ему перебивать собирались номера и не собирались этом перебивать просто у этого лоха получилось ну как он не лог блять по итогу оказался да не лог перегонщики или нет ребят наркотой короче занимались а блять коксом с польшим как говорится сюда в калининград кокс перевозили а кай зачем он на транзитных номерах а то-то он и гонял вы сказали туда-сюда обычно машины едут с германии из польши только с одной стороны оттуда туда на россию с польши на россию а тут он лишь говорит туда-сюда ну понятно теперь почему видишь он а вы не знали вообще вообще мы не знали чему они занимали учета он ложил как говорится а там ничего не оказалось он или багажник или бля салон там но он может мы-то наблюдали с неки тоже виталика вкуста не водили то что мы наблюдали и в итоге вы и вы туда вечер на утро черно вообще на утро потом подъехали ребята никиту в я не знаю ли он убежал и любра тот же действовали мы его не завалили как говорится но и ну точно я не знаю я вот с этого вечера как говорится до сих пор никиту не отвечаю да и это как то вот как говорится просто тяжело вспоминать это все это и потом на утро бы приехали эту бандиты как говорится то же самое как мы покруче нас да это как то местные или какие нет не местные вон виталий чё за санычем там трет а это кто вообще-то они но и а и а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok